После перехода Нинницкого округа на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами прошло больше месяца. Напомним, с 1 января за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию мусора отвечают региональные операторы. На территории субъекта эти функции выполняют комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и Севержилкомсервис. О том, как мэрия Нарьинмара и администрация Заполярного района оценивают работу своих муниципальных предприятий в этой области и какие проблемы возникают на пути регоператоров, журналистам регионального СМИ рассказали на брифинге. Подробности у Ирины Никешиной. Переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами предшествовала большая и серьезная работа региональных операторов, в том числе по формированию клиентской базы, получению необходимых лицензий на осуществление деятельности, установлению тарифов, а также приобретению и установке необходимого оборудования. С этой работой они справились достаточно хорошо и вовремя. То есть к Новому году они фактически уже готовы были к осуществлению необходимых видов деятельности, связанных с обращением с отходами. Несмотря на полную готовность, региональные операторы в ходе своей деятельности столкнулись с трудностями, одна из которых – жалобы граждан на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Отмечу, что для этих целей комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию привлек трех подрядчиков. Отходы к ним переходят с момента их выемки с мусорных площадок. Так вот, для того, чтобы взять эти отходы с мусорных площадок, им необходимо каким-то образом добраться до этих площадок. И вот здесь как раз возникал вопрос в взаимодействии с органами местного самоправления и непосредственно с теми организациями, которые должны заниматься расчисткой и содержанием дорог и подъездных путей. В данном случае, если, к примеру, площадка находится на территории общедомового имущества, то это управляющие организации. Если находится на территории муниципального образования, то, соответственно, организации, которые занимаются деятельностью по российских дорог и муниципальных образований. В целом положительно оценивают работу региональных операторов и органы местного самоуправления. Как отметил первый заместитель главы администрации Наринмара Андрей Бережной, все замечания в сфере обращения с отходами устранялись своевременно. Мы, считаю, создали с округом достаточно действенную систему постоянного мониторинга. То есть реагируем на каждое появление какого-то сигнала и через соцсети. Быстро реагируем, передаем перевозчикам. В кратчайшие сроки пытаемся делаться устранить. Мы нарабатываем временные схемы уборки, временные схемы вывоза. По словам Андрея Бережного, налажена система контроля и на полигоне ТБО. Перевозчик твердых коммунальных отходов фиксирует состояние контейнерных площадок до уборки мусора и после. По словам Андрея Бережного, налажена система контроля и на полигоне ТБО. Все машины оборудованы ГЛОНАССом, поэтому мы можем отследить маршрут. Все машины сертифицированы, имеют соответствующие допуски. Установлена система электронного взвешивания мусора на полигоне. То есть систему делаем максимально прозрачной. Понятно, что какие-то проблемы есть, но система нарабатывается. Я думаю, что ухудшения мы точно не предвидим, а улучшения были. Сложнее обстоят дела по обращению с отходами в муниципальных образованиях Заполярного района, относящихся к зоне деятельности второго регионального оператора Севежилкомсервиса. Как отметила глава районной администрации, проблемы возникли с проходимостью техники по согласованным маршрутам. Как жалобы появлялись, мы так же быстро реагировали, пытались и Севежукусервисе перехватывали. И люди, которые были заключены, с которыми договора по вывозу мусора, снегоходной техники, еще как-то приходилось тут же моментально перезаключать с другими людьми, чтобы это происходило. Да, где-то было нарекание о том, что где-то прицеп переполнен. Но это все-таки такой опыт уже временной. Январь показал, где у нас каких особенно населенных пунктов проблемы, а где, в принципе, прошло это гладко и безболезненно, поэтому будем упор делать сейчас на те населенные пункты, где сейчас это выявилось. В ходе брифинга журналистам региональных СМИ рассказали и об изменениях требований к обустройству мусорных площадок. Согласно новым СНИПам, контейнеры должны эксплуатироваться только с крышками. Так, например, на Ринмару требуется закупить 100 новых мусорных емкостей с крышками и 30 мелкозаглубленных контейнеров. На территории Заполярного района требуется обустроить площадки для накопления ТКО. У нас как раз рассматривается сейчас вопрос возможности финансирования мероприятий по созданию контейнерных площадок и созданию мест накопления. Так, в частности, по району, у нас с учетом того, что большинство площадок не соответствуют требованиям законодательства, то есть мусор складывался ранее навалом, где-то отсутствовали ограждения, сейчас планируется ими создание, соответственно, площадок, которые отвечали бы требованиям законодательства. Площадки очень дорогие, там от 3 до 8 миллионов одна, и поэтому таких денег нам, конечно, не осилить, и поэтому совместными финансовыми усилиями будем это делать. Сейчас, надеюсь, на мартовской сессии это будет рассмотрено, и мы уже будем как-то торговать отдельным, наверное, одним лотом и обустраивать места накопления, одиннадцатом местного накопления мусора. Обустройство площадок для накопления ТКО на территории муниципальных образований Заполярного района начнется летом этого года, а первые квитанции об оплате услуг по обращению с отходами жители округа получат уже в текущем месяце. Касается это и юридических лиц. Для них стоимость тарифа за услуги по обращению с отходами составляет чуть более 970 рублей. В сторону или поздно юридическое лицо получит квитанцию со стоимостью услуг норматив. Дабы удешевить все эти процедуры, то есть органы власти, прежде всего, было принято решение о том, чтобы юридические лица заключали договор с региональным оператором по факту. То есть основные условия для заключения договора по факту с региональным оператором для коммерческого учета являются наличие зарегистрированных в реестре, отвечающих требованиям площадки контейнерной под накопление. Как отметил директор КБ и БО, в случае заключения договора с региональным оператором юридические лица смогут оплачивать услугу по обращению с ТКО по факту. Основные условия для заключения договора по факту с региональным оператором для коммерческого учёта являются наличие зарегистрированного в реестре, отвечающей требованиям площадки контейнерной под накопление мусора. Напомню, льготный тариф для физических лиц, проживающих на территории Наринмара и посёлка Искатели, в месяц составляет 115 рублей 27 копеек с человека. Для жителей остальных населённых пунктов – 50 рублей 27 копеек. Ирина Никешина, Антон Бодряков, Телеканал «Север».